Юрий Сапожников из военной династии. Его дед погиб в 1915 году. Он воевал еще до революции. Жизнь отца тоже оборвалась трагически под Ленинградом в дни Великой Отечественной. Сам служил в Забайкальском военном округе. Сын – лейтенант в запасе. Защитникам я хотел бы своим, сейчас настоящим, хотел бы пожелать настойчивости, твердости духа, не поддаваться никакой провокации. Защитник должен быть смелым, мужественным, отважным, говорят мужчины, а еще нежным и заботливым, добавляют женщины. Настоящие? Ну, наверное, кто не пьет, тот и мужчина. Да, женщина заступается, двери открывает женщина. Исторически 23 февраля – День Красной Армии. Позднее он отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии. С 95-го года мы отмечаем День Защитника Отечества. Независимо от названия, в этот день чествуют настоящих мужчин – тех, кто служит в армии или силовых структурах. Смелых поступков, личного счастья. Хочется пожелать добра и заботы со стороны родных и близких. Хочется пожелать мирного, чистого неба над головой, конечно же, здоровья, успехов и удачи. Всех с праздником! Однако к защите Отечества отношения имеют и представительницы слабого пола. Военнообязанных женщин становится все больше, говорит медик со стажем Зоя Байбакова. Есть ведь женщины, которые военнообязаны, вот в частности я, военнообязаны, это медики, в основном медики, конечно. Я их тоже бы хотела поздравить с Днем Защитников Отечества, потому что они тоже неоценимую роль играют всегда. И в бою, и в мирное время всегда они на посту. Всем защитникам Отечества накануне праздничной даты подарили концерт. В нем приняли участие приглашенные коллективы из Новосибирска и работники культуры города. Мужчины, 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 пути преграждали врагу.